Тем временем одной из площадок реализации интеллектуального и креативного потенциала молодежи Якутии не первый год является образовательный форум «Синергия Севера». В очередной раз он собрал несколько сотен человек из районов республики и соседних регионов в местности Артодайду Хангаласского района. Несколько дней участники общались с экспертами, посещали мастер-классы по семи направлениям. В конце представят свои проекты, а лучшие – получали проекты, получали гранты, реализовывали свои задумки. Но все ли проекты удалось реализовать? Ответ на этот вопрос постаралась найти Юлия Великодная. По итогам прошлого форума на защиту было представлено 77 проектов. Из них только 19 получили грантовую поддержку правительства республики и 33 активиста рекомендованы в молодежный кадровый резерв Якутии. В связи с тем, что прошлый год был объявлен годом кино в России, большая часть проектов была в этом направлении. Кому из участников удалось реализовать проект, а кому нет, станет известно в сентябре. Не только мы пытаемся поддержать проекты, которые окупаются в последующем, имеют какую-то экономическую значимость. В приоритете такие проекты, которые больше социально направлены. И помимо этого, молодые люди, открывая свой бизнес или реализуя какой-то проект, создают дополнительные рабочие места для молодых людей. Проект Яны Москвитиной уже реализован. Снять видеоролики для поднятия престижа рабочих профессий она выбрала не случайно. Сама Яна энергетик. Считает, что в получении среднего образования больше плюсов, чем минусов. Потому что у многих есть стереотипы, связанные с рабочими профессиями, о том, что это люди, у которых низкий уровень знаний, которые поступают в ПТУ, СУЗы, те ребята, которые не смогли поступить. А на самом деле это выбирают рабочие профессии те люди, которые действительно осознают, что эти профессии не всегда будут актуальны, они всегда востребованы, у них очень высокая заработная плата и всегда можно халтуру найти. Один из героев ее социальных видеороликов не оставит равнодушным зрителя. Это Назарий Необутов, самый известный энергетик, который спас людей, которые рисковали замерзнуть. К тому же есть еще три клипа о работе кузнеца, пилота и об обучении в СУЗе. Жюри понравился мой проект. И мне от Министерства молодежи поступил грант в размере 100 тысяч рублей и от Федерации профсоюзов 50 тысяч рублей. Сами деньги поступили где-то в декабре месяце, в декабре 2016 года. На реализацию было мне дано до 1 мая сделать проект. И отчиталась я, вот в июне отчиталась финансово. В очередной раз молодежный форум «Синергия Севера» начал свою работу в местности Артодайду. Более 300 участников из 25 улусов республики, из Якутска, Магаданской, Хабаровской области собрались, чтобы в течение пяти дней учиться разрабатывать проекты. В 2014 году я участвовал в Сахасе-Легере и выиграл грант. И с этим грантом мы открыли кандидатр. Мы отправили свои заявки, рассказали там, ну, коротко о наших, ну, получается, о деятельности, да, показали финансовые показатели. И к большой радости мы победили, можно сказать, и вошли вот в 14 финалистов. В этом году форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Учреждено 25 грантов. Лучшие идеи, я надеюсь, мы будем тиражировать, мультиплицировать на уровень субъектов Дальнего Востока. У нас есть такой ресурс, потому что команды созданы практически во всех субъектах Дальнего Востока. А если говорить о стране, то я думаю, это дело ближайшего года, полутора лет. Вот лучшие проекты, лучшие технологии, которые предложат ребята сегодня на форуме и сгенерируют здесь на месте, будут протиражированы во все субъекты России. Ребята разбились по семи направлениям. Синерджи, молодежные общественные организации, школа волонтеров, рабочая молодежь, я инженер, молодые предприниматели. А также в связи с годом экологии было добавлено семь направлений. Экология Арктики. Экспертам выступит гость из Хантамансийского округа Игорь Кравцов. Рождение нефтяные ваши, они еще очень молодые, очень свежий трубопроводный фонд, транспорт. То есть он еще не рвется, аварий не происходит. И в принципе оцениваю вашу экологическую ситуацию и политику как очень неплохую. Кроме того, образовательные программы на площадке форума пройдет региональный этап Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. Пять участников Синергии Севера получат путевку для участия в конкурсе. А на площадке IT-Синерджи пройдет хакатон, по итогам которого будут представлены проекты в сфере IT. Юлия Великодная, Максим Ростовцев, Сарглана Ильина, Федор Тарасов, Лиза Прокопьева, Евгений Рязанский, Якутия. День за днем.